Детские страшилки На встрече со школьниками писатели обсудили, что такое страх, а также помогли детям придумать свои собственные страшные истории. Один мальчик и одна девочка пошли гулять на площадку. Их встретил еще один парень. В любой истории нужны герои. Автор книги Лариса Назарова рассказывает, прототипами персонажей становятся ее знакомые. В одной из страшилок, да, у меня описана прямо моя дочка. Мы живем в однокомнатной квартире, все втроем, она постоянно хочет отдельную комнату. Я ради нее написала страшилку, где девочка очень хотела свою комнату, злилась на всех, почему у нее нет этой комнаты. Потом пришла в зоомагазин, там даже у котенка есть своя комната, и она вообще на всех разозлилась, и потом в конце стала котенком. Но зато со своей комнатой. Подобные встречи проходят во второй библиотеке регулярно. С детским автором Ларисой Назаровой здесь дружат и тесно сотрудничают. Встречи проходят у нас эти часто, обязательно, ну где-то может быть раз в три месяца. Следующая встреча будет, когда Лариса напишет новую книгу. В завершении презентации авторы подарили экземпляр книги в библиотеке. Теперь ознакомиться с 13 страшными историями может любой читатель. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».